Центральная улица, проспект Ленина 187, с крыши двухэтажки 40-х годов постройки, свисают огромные наледи. Ну естественно это нужно убирать, тем более вот с такими масштабами. Очень опасно. Метровые сосульки, по словам прохожих, для этих домов дело привычное. Я уже привыкла к этому, а каждый год почти все время одно и то же. Ну там больше-меньше сосульок, какая разница, уже привыкла. А никому из знакомых на голову не падало? Нет, я такого не слышала. Пока таких инцидентов, как встреча сосульки с головой прохожего не случалось. Однако люди продолжают бояться, ведь всю территорию первого этажа занимают магазины. Боимся, да. Ну а как, идешь и вот она, это висит. Сейчас она подмерзла, а таять начнет и это самое, и все. Это дом старый, тут не только крышу, тут дом уже надо сносить. Прохожие оглядываются наверх, стараясь обходить эту территорию стороной. Да и на Ленина 177 аналогичная ситуация. А кто построил так дома? Дом стоит, отмостка, потом идет зеленая зона, а потом только тротуар. А вы посмотрите весь поток. Домами заведует неуправляющая организация. Квартиры в доме оформлены как доля вправе на дом в целом. По сути, это дом на нескольких хозяев. Относительно длины сосульки или каких-то их параметров у законодателя нет прямого указания. Просто есть постулат о том, что их необходимо убирать по мере необходимости. Но опять же, здесь нужно проявлять должную осмотрительность и здравомыслие. И обращать внимание, что если она уже грозит тем, что может оторваться, упасть и кому-то причинить вред, то таких вещей лучше не допускать. И возможный ущерб лучше упредить. Фактически, собственники дома должны все вместе его содержать. Если что-то случится, именно они будут нести ответственность коллективно. А прохожим остается лишь посоветовать. Чаще смотреть наверх и находиться на безопасном расстоянии. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.